здравствуйте дорогие садоводы сейчас у нас будет сюжет по вашим запросам вы уже много раз спрашивали когда же можно начинать пересаживать пеларгонии и когда их можно обрезать вот сейчас уже у нас начало февраля и заметно прибавился день и заметно больше стало солнечных дней поэтому вот уже можно приступать к такой обрезки и к пересадке почему потому что все ростовые процессы у растений начинаются именно с увеличением длины светового дня и когда солнышко тоже уже чаще выглядывает из-за туч и вот эти вот новенькие побеги которые будут отрастать после обрезки они будут расти более крепкими сильными именно из-за того что больше света теперь я вот вам для примера приготовила здесь несколько растений совершенно в разной стадии вот смотрите вот эта растенец это магазинная причем она была куплена со скидкой вот нет здесь 2 цены буквально там за какие-то 30 рублей я не знаю доходяга была полная но что я хочу сказать об этом растении у него обрезка была сделана очень очень низко и благодаря этому вот видите такой маленькой растеницы но она уже кустится и здесь у него раз два три четыре макушки вот четвертый она прям вот идет практически там снизу чуть ли не от земли то что мы имеем с вами собственные комнатные растения пеларгония мы их очень боимся обрезать так низко иногда это совершенно оправдано это правильно потому что если куст старый он внизу одревесневает вот это вот не старый куст это молоденький у него вот эти вот побеги они зеленые бархатистые зеленые побеги но если куст старый и одревесневший то при такой низкой обрезке как говорят на пень то есть когда обрезают три сантиметра там может почек вовсе не образоваться такое бывало утратила ткань вот уже способность на регенерацию на то чтобы там прорастали новые почки а вот если бы вы чуть повыше ее обрезали может быть тогда у вас что-то бы получилось поэтому приступая к обрезке пеларгоний все-таки оцените насколько старые ваши растения дальше теперь я вот что хочу сказать вот эти старые кусты пеларгоний они у меня есть они вот в больших уже горшках сажа сидят у них такие корявенькие веточки они хуже цветут у них много вроде бы бутончиков завязывается но они все маленькие а вот пеларгонии которые помоложе они дают крупные шапочки цветов теперь вот еще что я хочу вам показать вот мне отдали вот такую дилду говорят надоело наташа забери сделай чего-нибудь она вот у меня была прислойлена в углу к стеклу и и вот сейчас даже не держится вот тут это тоже не старый кустик тут нужна обрезка очень сильная и она вызовет вот появление новых побегов сейчас я вам покажу как мы его будем обрезать и не пугайтесь пожалуйста такой обрезки еще раз повторяю что если растение молодой то вот смотрите вот так я могу обрезать но как еще расположены почки вот если я вот так обрежу вот у меня верхняя почка направлена вниз туда мне это не нужно поэтому я буду еще ниже обрезать вот так и у меня из верхней почки пойдет вот сюда вот новый росток вот эту мы всю палку все удаляем кстати сказать вот эти новенькие уже листочки это говорит о том что здесь уже рост пошел и вот эти два маленьких побега они здесь пойдут их будут хорошо расти так теперь что мы с вами будем делать вот из этого конечно мы будем укоренять макушку ее обязательно посадим спрашивают что можно сделать с этим стволом знаете тоже укореняются но опять же вот если сильно одревесневший вот этот ствол лучше не заморачиваться из с этим потому что хороших кустиков не получается из макушечных вот таких вот черенков да это будет хорошо теперь мы будем пересаживать вот это растение с вами посмотрите дорогие друзья вот так вот развалился это у меня росла пеларгония в открытом грунте прошел ураган и и все как-то там вот развалила поломала и она у меня потом нужно надо было каким-то колышком его подвязать что ли ну я вот так и оставила цветение было нормальное но вот форма меня конечно не устраивает и и мы будем пересаживать и и мы тоже будем с вами обрезать вот кстати сказать обрезку то можно с вами сейчас и сделать сразу вот этот боковой побег вот этот который вот так пошел уже в сторону я вижу там уже проснувшуюся почку вот мы ее так и обрежем и вот здесь вот тоже пошла уже веточка и это тоже могут так обрезаем дальше что мы делаем вот с этими побегами посмотрите вот здесь пошли две макушечки вот они это может быть у нас один черенок вот мы так его обрежем вот один черенок а вот из этого мы сделаем другой черенок и почему я вот сейчас это обрезала а чтобы подсох немножечко вот этот срез и после того как он подсохнет можно будет это все сажать и здесь тоже вот эта ветка у нас большая я ее целиком так сажать не буду черенок я буду делать вот такой 10 12 сантиметров вполне нормально и тоже будет этот черенок у нас подсыхать чтобы срез у нас чуть-чуть заветрил и так мы начинаем пересадку вот это растение в принципе вот такого размера могло бы расти в этом горшке мы пересадим в более просторную емкость потому что я выставляю это все на открытый воздух летом а в таких маленьких горшочках просто очень быстро пересыхает грунт мы возьмем горшок вот такого размера и туда обязательно нужно насыпать дренаж я взяла вот средний такой фракции не мелкой и не крупной где-то примерно полтора два сантиметра можно насыпать этого дренажа герании пеларгонии они не любят застоя влаги теперь что я хочу вам показать вот это пеларгония у меня росла уже не первый год в этом горшке и сейчас вынуть ее оттуда будет довольно трудно потому что буквально этот ком земляной он прирос к этому горшку вот что мы делаем вот таким образом ножом проходим по краю вот этого горшка и таким образом немножечко освобождаем земляной ком чтобы он лучше вышел у нас вот этот старый грунт он у нас в новый горшок не пойдет иногда как поступают просто заменяют верхний грунт и вот сейчас я вам такую процедуру вот как раз и показываю видите достаточно много этого грунта я оттуда сняла посмотрите обнажились корни вот там да вот они корни видно и уже при вот такой при таком состоянии можно насыпать свежего грунта и в принципе можно вот таким вот способом и ограничиться но мы это с вами все пересадим ну вот мы вынули земляной ком корней тут в общем то не так и много это только говорит о том что пеларгония моя наверняка пострадала я ее поздно забрала в сентябре месяце когда у нас уже были первые начальные заморозки как когда мы ее пересадим здесь я думаю отрастут у нее новые хорошие корешочки и так мы примеряем это вот все в новый горшок я смотрю сколько земли мне туда насыпать какой грунт мы будем использовать если вы применяете какой-то покупной грунт то можно использовать универсальный грунт для пеларгоний можно использовать грунт для роз потому что он достаточно питательный и для обильного цветения пеларгоний нужен такой питательный грунт я вот сейчас насыпаю это у меня так называемая земля-матушка вот с таким названием продается грунт в магазине очень рыхлый его кстати советуют добавлять даже для разрыхления почвы при посадке в открытом грунте вот мы насыпали немножечко углубим под самые длинные корешки спрашивают надо ли подрезать корни у пеларгоний при пересадке вот если они такие длинные я считаю что абсолютно этого делать не нужно если горшок у вас по размеру такой что корни хорошо в него убираются подрезка не нужно вот вот таким образом мы просто это все засыпем сейчас все корешочки и будет у нас такая хорошая пересадка есть данные в литературе что пеларгонии хорошо цветут в тесных горшках вы знаете дорогие друзья я сама долго придерживалась такого мнения и у меня пеларгонии хорошо цвели достаточно тесных горшках и еще это мне выгодно было так думать потому что у меня в городской хрущевской квартире были очень маленькие подоконники и в маленьких горшочках мне было выгодно выращивать потому что они очень удобно вставали на мои подоконники но я познакомилась с коллекционером пеларгонии который выращивает их вообще вот таких больших ведерных и даже больше горшках вы не представляете как они у него цветут это просто вот восторг какой-то когда первый раз это увидела я не поверила своим глазам что это на самом деле пеларгонии это вот просто все усыпанные цветами под открытым небом это все стоит но чудо как это все замечательно выглядит поэтому я пересмотрела свою точку зрения и теперь буду пеларгонии выращивать в более просторных горшках вот перекормить их нельзя это да а вот если корни хорошо развиваются то и кусты нарастают очень большими теперь что я советую делать для любых пересаженных цветов обязательно полить каким-то фунгицидом чтобы не было загнивание корней особенно при пересадке зимой когда на подоконниках у нас может быть прохладно что мы берем для этого у меня под рукой всегда фитоспорин и как нужно его разводить там написано на упаковке что столовая ложка например на ведро воды берется да а это очень много это такие нормы применяются для например подкормки в теплицах овощей так далее для комнатных цветов всего 15 капель на литр воды но у меня растений много и вот я как раз сейчас для полива вот так и сделаю вот эту столовую ложку этого маточного раствора он у меня всегда стоит на готове я выливаю на ведро воды и получается у меня такой темный раствор я сейчас его из ведра зачерпну таким прозрачным мерным стаканчиком вот посмотрите вот такой цвет получается у этой заварки будем так говорить да вот я все говорю цвет чайной заварки можно даже делать сильнее особенно если у вас есть какие-то признаки заболеваний и поливаем то есть не обычной водой вот сейчас после подкормки после пересадки мы поливаем а вот таким вот раствором сильно поливать не надо очень многие стараются делать так что там практически каша вместо земли да не нужно этого делать корням для того чтобы они хорошо прижились нужен и воздух и влага вот таким образом мы пересадили нашу пеларгонию теперь что мы будем делать с теми черенками которые мы отрезали вот пока мы пересаживали у нас чуть-чуть подсохли эти срезики можно больше оставить с ними ничего не будет даже в течение часа и смотрите вот сколько здесь листочков да вот пару нижних еще можно оборвать вот этот верхний можно оборвать листочек и в принципе вот в таком уже видим можно эту пеларгонию новенькую сажать такой горшочек вот мы возьмем но в принципе можно и меньше горшок для укоренения брать просто у меня сейчас вот более маленького горшка нет снова не забываем вот этот дренаж пеларгонии не любят застои влаги насыпаем туда землю вот кстати земля матушка она очень хорошо подходит для укоренения черенков я вот уже проверяла она действительно такая рыхлая и по моему она во многих магазинах есть то есть доступный такой грунт дальше что мы делаем я никогда не укореняю пеларгонию в воде вот очень часто пишут что у меня пеларгонии стоит 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 не дают корней и еще хуже они вынимают а у нее вот такой черный здесь уже срез до потемнение идет уже по стеблю сантиметра на 2 она у вас и не укоренится то есть они хуже укореняются в воде чем в грунте поэтому вот видите я немножечко так вот уплотнила просто потрясла и все пальчиком делаем отверстие карандашиком каким-то ручкой и вставляем туда вставлять можно достаточно глубоко до пяти сантиметров вот заглубить вот этот черенок вот таким образом и там его аккуратненько обжимаем все вот в принципе посадка произошла видите как легко и просто боятся что после того что мы посадили без корней не укоренится это пеларгонии нет дорогие друзья все будет прекрасно и даже вот этой подкормочкой вот этим фитоспорином эти процессы укоренения происходит лучше почему а потому что вот в этом фитоспорине из пасты есть гуминовые вещества собственно говоря вот от него вот такой вот темный цвет у этого раствора мы присыпаем еще сухой земелькой сверху чтобы у нас не было испарения и последнее что мы делаем это ставим пакетик подпорочки сейчас для него чтобы у нас не ложился на листочки вот я использую обычные вязальные спицы для носков и пакет специально при вас я откручиваю от нового рулона потому что показываю что пакет должен быть чистый вот если пеларгонии не так уж часто подвергаются загниванию то есть такие растения которые довольно часто загнивают и вот грязный пакет скажем из-под хлеба какого-нибудь да он может быть источником вот таких вот возбудителей каких-то гнилостных заболеваний все вот в таком виде у вас стоит этот пеларгонии не надо только ее оставлять где-то на прямых солнечных лучах да то есть я вот ставила сбоку от солнечных лучей то есть вот у меня косые такие лучи попадали в окно я не на эту сторону окна ставила а в другую сторону то есть там достаточно светло было и в то же время не было этих прямых солнечных лучей спрашивают сколько держать под этим пакетом дорогие друзья он чего вам мешает что ли вот ну стоит и стоит у вас это пеларгония где нибудь недели через три вы этот пакет снимете надо ли его проветривать можно проветривать да но если сильного конденсата нет под пакетом то и открывать не надо поэтому вот я знаете как делаю может быть я неправильно делаю я вот так поставила и забыла все потом я открыла смотрю все хорошо и замечательно даже новые листочки меня могут там пойти и я уже знаю что этот черенок у меня укоренился вот за последние там я не знаю последние несколько лет у меня не было случаях чтобы вот при таком способе посадки у меня погибали черенки пеларгония всегда укореняются теперь вот вот это еще палка вот такая большая которую мы срезали как мы ее будем укоренять вот это вот макушечка вот она какая хорошая да и знаете как ставят вот прихожу к некоторым домой а у них на кухне вот такая палкой стоит вот в банке ждет что у нее образуются корни дорогие друзья вот даже если корешки в банке появится они сначала будут маленькие представляете какую им работу надо сделать чтобы закачать влагу через весь вот этот стебель туда к этим листьям чтобы они не увяли и потом пишут на наш канал и спрашивают что такое корешки уже появились посадили с корнями а листья вянут а вот потому и вянут потому что смотрите сколько нужно усилий растению чтобы туда загнать вот эту влагу поэтому не жадничайте и обрезайте вот эту пеларгонию вот где-то на таком уровне теперь где резать по отношению к почкам я всегда говорю что резать надо вот по под самой почкой почему это так важно а потому что здесь вот очень много узлов вот этих вот сосудов подходит к этим почкам питающих да и вот еще есть такое расхожее выражение растение старается спасти почки вот эти которые здесь образуются и это вызывает более быстрый рост корней но вот так вот во всяком случае меня учили когда я была еще школьница и только только начинал этим заниматься вот так вот делаем секатор как ставим вот этой режущей кромкой острой оставляемой части к тому что мы оставляем то есть не вот так вот вот это вот часть которой тупая она будет заминать ткани а нам надо чтобы это был рез вот так вот вот таким образом теперь дальше мы убираем вот эти листья они нам не нужны и этот листок я бы еще вот так обрезала вот хотя бы вот так 4 листочка и тоже также мы это все посадим только надо подождать немножечко чтобы заветрил вот этот вот срез еще о чем я хочу рассказать дорогие друзья коротенькую такую вставочку вот если эти старые кусты пеларгоний у вас нет вот уже таких больших приростов и там вот эти новенькие побеги прям маленькие такие образуются вы знаете их тоже можно укоренять сейчас я вам их покажу вот пеларгония которые уже ну наверное года четыре и летом опять же это геранька у меня стояла в саду очень обильно цвела смотрите дорогие друзья вот какой большой побег уже до пошел и совсем маленькие на них вот эти вот от росточки во первых как я буду обрезать обрезать буду сильно вот такая обрезка на нижний побег я срезала здесь вот у нас маленькие совсем побеги коротенькие коротенькие буквально они 4 сантиметра не больше можно рукой отломить можно вот секатором отрезать вот посмотрите я обрезаю вот так вот да и дальше что с этим кустиком делать вот таким маленьким у него ножка там совсем коротенькая вот эти листочки нижние мы обрываем чтобы нам побольше заглубить чтобы он поустойчивее стоял у нас в земле вот вот осталось буквально тут вот этот большой лист я тоже еще наверное уберу чтобы приживаемость была у нас более надежная вот таким образом и вот такой вот маленький череночек мы с вами посадим как сажать абсолютно точно так же то есть мы ни в какую воду не ставим а сразу просто в землю я предлагаю посадить это в пластиковую бутылку смотрите вот я разрезала ее и для того чтобы удобнее надевать ответную часть вот такие вертикальные разрезы на этой бутылке и она очень хорошо вот так вот надевается что я еще хочу сказать не забывайте там дренажные отверстия сделать многие жалеют свои подоконники и думают а я сумею регулировать и буду по чуть-чуть поливать и у меня ничего не протечет на подоконник не делайте так дорогие друзья теперь мы сажаем черенок я его тут не подсушила не нравятся мне перчатки я его тут не подсушила нож я сделаю такую ошибочку при вас вот это посажу буквально он прям сидит на земле да из-за того что вот этот черешок у него совсем совсем коротенький обжали стволик полили нашим раствором фитоспорина совсем чуть-чуть полили потому что у нас испарение никакого не будет под этой бутылкой и надели вот эту верхушечку все вот так вот он у нас стоит опять же до укоренения и снова спрашивают сколько держать вот внутри недели это как минимум надо если вы сильно переувлажните у вас очень большой конденсат под этой бутылкой будет и тоже это может привести к загниванию тогда открываем эту пробку и проветрим видите как все удобно и просто так что вот таким образом можно омолаживать вот эту пеларгонию тоже я ее пересажу в свежий грунт то есть повкуснее это все сделаю по обрезаю вот эти веточки вот этих черенков наделаю много всем раздарю очень красивый ярко-красный цвет и этих пеларгоний будет больше заходите летом на наш канал я думаю будет что посмотреть у меня разные пеларгонии по цвету есть королевской пеларгонии которые тоже уже старенькой тоже ровесницы вот этой вот но тоже она у меня летом цвела прошлого года и посмотрим как в этом году она сможет у нас цвести вот таким образом будут у нас расти и старые пеларгонии и те которые мы с вами сеяли они у меня уже взошли то есть будем выращивать радоваться вместе нашим цветам